В городском центре кризисной беременности прошел круглый стол. Здесь затрагивали наиболее важные и острые проблемы, связанные с семьей. Отметим, что подобные мероприятия проводятся ежегодно в преддверии Дня защиты детей. В работе круглого стола приняли участие сотрудники медицинского центра, социальные работники, члены молодежного парламента при Новочубоксарске, священнослужители, председатель Совета отцов города и другие. Русско-православная церковь всегда большое значение придавала семье, поскольку именно в ней сохраняются нравственные духовные ценности, без которых немыслимо существование общества. Но в настоящее время стоит острый вопрос с абортами. Бывает, значит, то ли супруг, значит, или не супруг, а отец, так скажем, биологический, да, не хочет этого, значит, ей одно и тяжело, там, и все, и родители куда-то не щитут, значит, иди и аборт делай. Ну, вы же представляете, вот, ну что такое вот аборт? Это, понятное дело, что это убийство натуральное. И вот объясните этому человеку, этим людям, вот, то, что вот это неправильно, это, как с цикловной точки зрения, значит, грешно, оно понятное нам всем, правильно? Потому что это и есть убийство. Ведь, может, у человека, может, тоже можно убить, но ведь, с другой стороны, человек может убежать, может спрятаться, в конце концов, он может дать сдачу. А этот ребеночек, который находится в трубе матери, а он уже человек. В этом году 71 женщина обратилась или была направлена в городской центр кризисной беременности. Большинство из них – социально незащищенные, отметили на круглом столе. В разговоре мы заполняем социальную карту и отмечаем такие условия. Прежде всего, значит, и образование, и жилищные условия, и источники материальной поддержки, помощь семье и так далее. И что же выясняется? Вот все практически, ну, если 10 человек несовершеннолетних, просто от этой группы все равно 60 человек, так или иначе они имеют проблему. В большинстве случаев это снимаемое жилье, либо это очень ограниченное жилье. В большинстве случаев это незарегистрированные браки. То есть женщины, когда собираются родить ребенка, они, естественно, рассчитывают на дальнейшее развитие семейных отношений. В определенный период, особенно когда приближается, допустим, вторая половина беременности, эти папы так или иначе отстраняются. Приводя пример организации клубной работы для оказания помощи многодетным семьям, член женсовета города, заместитель главного врача по детству медицинского центра отметила, что, несмотря на увеличение благосостояния жителей России, в обществе растет процент социального сиротства и абортов. Проблем у современных семей много. Жилье, заработный плат, разные взгляды на жизнь. Но, судя по статистике, в советское время разводов и абортов было меньше. Хотя и в то время были свои проблемы. Сегодня в Чувашской республике среднереспубликанская цифра, есть такой показатель у нас, количество абортов на тысячу женщин детородного возраста. Ну вот оно 30. А вот в северокавказском регионе это показатель 5,2. Собравшиеся попытались разработать систему профилактических и коррекционно-реабилитационных мероприятий, затронули проблему трудоустройства многодетных матерей, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Чем им можно помочь? Хочется отметить, что от каждого из нас зависит, какой будет наша жизнь, какой будет наша семья и сколько радости мы можем подарить своим детям.